И вновь к теме последних дней. Авиакатастрофе самолёта Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. Погибших сегодня поминали норильчане. В кафедральном соборе города прошла панихида. Трагедия унесла жизни 71 человека, в числе которых был наш земляк и коллега Сергей Панченко. Он долгое время руководил медиакомпанией «Северный город», а затем возглавил агентство развития Норильска. Почтить его память и остальных пассажиров, разбившегося рейса, пришло немало норильчан. Городицу и Матерь света в песне возвеличим. За духи праведных скончавшихся, души раб той и спаси, упокойте. Упокой, Господи, души усопшего раба твоего, но у представленного Сергия. Прости ему всякое согрешение, его вольное и невольное, дар ему оставление грехов и Царствие Небесное. Тем временем на месте крушения самолета вторые сутки продолжаются поиски погибших. Следователи обследуют территорию размером более 30 гектаров. Чтобы легче было представить, это 43 футбольных поля, только с непролазными сугробами и оврагами. В операции задействовано более 1000 человек, почти 200 единиц специальной техники, в том числе 9 беспилотных летательных аппаратов. Уже собрано 500 обломков самолета. После крушения Ан-148 авиакомпания «Саратовские авиалинии» заменила на своих рейсах все шесть имеющихся самолетов этой модели «Неймбрайеры» и «Яки». В следственном комитете заявили, что взрыв разбившегося самолета Ан-148 произошел уже после столкновения с землей. В момент падения воздушное судно находилось в целостности без возгорания. Также уже обнаружены оба черных ящика – параметрический бортовой и речевой самописцы. Они в нормальном состоянии и есть шанс, что мы скоро узнаем, что же стало причиной этой страшной трагедии. Самая быстрая и непредвзятая информация в сегодняшнем мире – это информация от очевидцев. Самые первые кадры любых событий – это кадры с телефонов простых горожан. И сейчас важная новость для наших телезрителей, которые уже давно стали нашими соавторами. Теперь у новостей северного города, кроме круглосуточного автоответчика, появился еще один круглосуточный живой телефон, по которому вы можете сообщать нам о самых срочных событиях. Вот этот номер – 33 12 13. Звоните и делитесь своими новостями. А для тех, у кого есть интересные фото и видео о событиях в городе, и для тех, кому проще общаться в популярных мессенджерах, вот наш мобильный номер, связывайтесь с нами в Ватсапе и Вайбере. Присылайте свои фото и видео, делайте новости вместе с северным городом. А мы продолжим готовить для вас свои эксклюзивы. И уже завтра в специальном выпуске новостей северного города вас ждет большое интервью Владимира Потанина. Узнайте из первых уст о соглашении Нурникеля и Русской Платины, о том, как сегодня строится настоящее партнерство бизнеса и государства, о скором промышленном рывке компании и о том, что движет ее президентом, как бизнесменом и человеком. В эту среду в 19 часов в новостях северного города. С комфортом в аэропорт. Далее поговорим, а возможно ли такое в Норильске. После очередной поездки в автоколонне до Аллыкеля Норильчанка написала жалобу в заполярный отдел автодорожного надзора. Претензии все те же. Переполненные автобусы, отсутствие информации об автоколоннах и задержка автобусов для обелечивания пассажиров. Проверку провели, но особых нарушений не выявили. Мой коллега Егор Тулновский разбирался, какой бывает дорога на материк и какой она может быть. Ну что, давай, раскативай! Еще! 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 Кто хоть раз в жизни добирался до Аллыкеля в автоколонне через Пургу, запомнит такое на всю жизнь. Вот и Татьяне Мироновой не повезло на себе почувствовать все прелести поездки в таких условиях. 26 января дорога была закрыта, а лететь надо. Вместе с семьей женщина пришла на автовокзал и первый сюрприз. Монитор для наблюдения за прибытием автобусов не работал. И пассажирам пришлось дожидаться на улице. Выход у нас, значит, на улицу, на перрон, по крайней мере, 26 числа, когда мы уезжали отсюда, ни один из этих мониторов не работал. Вон крайний монитор, вы можете видеть, он вообще отключен. Вот, не работал. То есть никакой ни звуковой, ни световой информации для пассажиров тоже не было. То же самое было, когда вы уезжали недавно. 26-го, да. А дальше уже знакомая картина. Вместо колонны пришел только один автобус. А узнать подробности будут ли еще было не у кого. По телефонам, где дают информационную справку, трубку не брали. Вся эта масса, поверьте, это более 100 человек, ну, наверное, около 150, не побоюсь сказать, все ринулись к этому автобусу. А автобус, подождите, получается, был один на тот момент подошел? На тот момент сначала был один автобус. И 150 человек с багажом? Совершенно верно. Значит, что я хочу по этому поводу сказать? Значит, конечно, кто посильнее, кто половче, те и первые забрались в этот автобус. Битком набитый автобус добрался до Каиркана, где опять же люди столкнулись с кондуктором, которому дали распоряжение обилетить пассажиров. Аналогичная ситуация была на новогодних праздниках. Куда вы собираетесь? Не мешайте людям. Женщина, не мешайте. Больная, что ли, вышла из автобуса. В результате нервы, ругань и скандалы. Тогда на претензии и возмущение пассажиров чиновники ответили, что все это в рамках закона. Подобным формальным ответом Татьяна Миронова не удовлетворилась и решила бороться за права всех наличан на нормальную дорогу. Почему приезжая в тот же Сочи, в санаторий Заполярье, меня встречает комфортабельный автобус с багажным отделением. Я сажусь и чувствую себя человеком, что ко мне оказано внимание и тому подобное. Почему в своем родном городе я чувствую себя быдлом, я чувствую себя недостойной нормальной жизни, что я не заслужила комфортабельных условий для того, чтобы проехать 52 километра, а я настаиваю на этой цифре. О 52 километрах наличанка говорит не просто так. Есть закон, по которому, если расстояние между пунктами назначения более 50 километров, то в этом случае применяются особые условия. Например, от Дудинки до Лыкеля как раз 52 километра. И оттуда в аэропорт ходят комфортабельные автобусы с мягкими сидениями и багажным отделением. Почему же в Норильске не так? По закону междугородние автобусные перевозки должны осуществляться в более комфортных условиях, чем обычные. Например, кресла в автобусах должны быть мягкими и у него должно быть багажное отделение. При этом из точки А в точку Б должно быть не менее 50 километров расстояния. От Норильска до Аллыкеля 48 километров. То есть не хватает всего двух, чтобы закон вступил в силу. Так ли это на самом деле мы сейчас и проверим. Для этого какого-то особого оборудования нам не нужно. Будем мерить по обычному спидометру, который есть в каждой машине. Ну а стартуем, собственно, от автовокзала, потому что именно отсюда и отправляются все, кто едут в аэропорт. В процессе проверки выяснилось, что от автовокзала до знака, обозначающего границу города, 4 километра. Так что вероятность, что до Аллыкеля больше 52-х была крайне высока. Но, увы, под закон о междугородних перевозках на речане не попадают. Согласно нашим замерам, километраж получился даже меньше заявленного. 47 километров. Но если учитывать тот факт, что 50 километров, о которых говорится в законе, применимы ко всей территории России без учета особенностей севера, то на эти 3 километра вполне можно сделать скидку. В надежде на такую скидку, да и на справедливость в целом, Татьяна Миронова написала жалобу в заполярный отдел автодорожного надзора. Пустя неделю проверяющие, правда, пришли на автовокзал. И, о чудо, мониторы 10-го перона, не работавшие ранее, вдруг ожили. Да и сами автобусы оказались в весьма приличном состоянии. Нарушений нет, как и законных оснований выводить на линию более комфортабельные автобусы. Вот, видите, число мест для сидения 23, общее 96. Автобус идет до аэропорта Норильск. Расстояние туда, согласно представленному паспорту Масрута, 46 километров. Это называются городские пригородные перевозки. Свыше 50, до 50 идет, согласно уставу автомобильного транспорта, до 50 километров это перевозки городские пригородные. Свыше 50 – междугородные. Тогда бы были требования к автобусу другие. Можно, кстати, в вопросе такой вот, Александр Иванович, скажите. Вы сказали, что до аэропорта 47 километров отсюда, да? Да. Это действительно так? А вот, ну, по факту, вот этот закон, он же применим по всей России, то есть он не учитывает северные территории? Это прописано в уставе автомобильного транспорта, который действует на территории всей Российской Федерации. Впрочем, впустую старания Норильчанки не пропали. На основе ее жалобы и предыдущих репортажей нашей телекомпании в Дорнадзоре сделали выводы, что проблема есть и решать ее надо. То есть надо будет поднять этот вопрос, скорее всего, на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения городской. Я поставлю этот вопрос, чтобы были выделены автобусы для аэропорта, чтобы можно было там размещать багаж. А тактей вообще есть в городе? По-моему, уже нет. Ну, город такие автобусы не закупает. Просто на автобусе. Комиссия по безопасности дорожного движения состоится уже через несколько дней. Там и должны поднять вопрос о пассажирских перевозках в аэропорт. И, быть может, найдут способ сделать их более комфортными. Тем более, как пояснили в Дорнадзоре, закон ведь не запрещает уже сейчас купить и вывезти на линию мягкие автобусы для таких перевозок. Но до сих пор власти предпочитали не делать этого, ссылаясь на законные основания. Егор Туновский, Геннадий Зверев и Владислав Моисеев. Новости с северного города. Пока сложно сказать, будет ли толк от предстоящей комиссии, как и трудно предположить, что изменит новое предписание для диспетчеров и контролеров, отвечающих за техническое состояние транспорта и безопасность движения. Этим специалистам для продолжения работы отныне потребуется образование по соответствующей специальности, не ниже среднего. А отвечающим за безопасность движения и вовсе необходимо иметь высшее образование по специальности техника и технологии наземного транспорта. И пройти аттестацию в Норильске не получится. Цель у этих требований одна. За счет высокой квалификации специалистов сократить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с общественным транспортом. Для сведения, в Норильске за весь 17-й год по вине водителей автобусов произошло 8 аварий. Пройти аттестацию, ответственные за безопасность дорожного движения, смогут в Красноярске, Томске, Абакане и Кызыле. Закон, в который были внесены поправки, действует с 2015 года и перевозчики уже имеют соответствующие удостоверения. В сроках действия 5 лет и до его истечения они будут действительны. Но пройти следующую аттестацию без необходимых документов об образовании не получится. От этих людей многое зависит. Именно они следят за состоянием транспорта, принимают решение о выходе водителей на линию и в конечном итоге отвечают за жизнь и здоровье пассажиров. Что касается муниципальных предприятий, то там, как сообщили в администрации, все уже в курсе изменений в законодательстве и готовы работать по новым требованиям. Только у муниципальных перевозчиков, НППАТа и автохозяйства изменения коснутся более чем 120 специалистов. И еще в конце января вступил в силу закон о социальной защите инвалидов. По нему к 2021 году весь общественный транспорт должен стать доступным для малобобильных людей. В администрации заверили, что к этому времени новые муниципальные автобусы будут закупаться уже с учетом всех требований. Ужесточить требования к перевозчикам решение актуальное. Только сегодня полицейские зарегистрировали 18 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших, к счастью, нет. Жертвой автомобиля стал только светофор. Эта авария произошла во вторник на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Советской. Около 12 часов дня водитель девушка при повороте налево не уступил дорогу движущейся со встречного направления автомобилю Toyota RAV4 на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновение трех автомобилей, там еще был внедорожник Toyota, и была повреждена стойка светофорного объекта. Скорее всего восстанавливать автоматический регулировщик движения виновнице аварии придется за свой счет. Всего же за вторник зарегистрировано 18 ДТП. Виной всему, по словам полицейские, не только сильный снегопад и скользкие дороги, но и невнимательность водителей несоблюдениями скоростного режима и дистанции. Полицейские призывают и пешеходов быть внимательными. Из-за плохой видимости из сугробов им следует быть осторожными при переходе дороги. А теперь о происшествии, которые унесло жизнь человека. В районе города Вала сгорели два частных гаража. В одном из боксов обнаружили обугленное тело. Предположительно, женщины, личность устанавливают. Следственный комитет ведет проверку. Предварительная причина пожара. По версии дознавателей, короткое замыкание. Огонь успел охватить 320 квадратных метров. Сгорело три машины и все имущество, что находилось внутри. Размер ущерба еще только предстоит оценить, как и причины гибели в огне человека. Норникель подвел итоги конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» за 2017 год. В этот раз от Норильской таймыра было подано 243 заявки. Лучшими признаны 63 проекта. Компания поддержит их на общую сумму 60 миллионов рублей. Один из очень мощных эффектов конкурса социальных проектов и программы «Мир новых возможностей» в том, что организации, люди научились видеть друг друга, понимать, в чем они ресурс друг для друга, объединятся и независимо от той поддержки, которая существует от Норникеля, она, безусловно, существует и не только в деньгах, они уже самостоятельно могут делать свои проекты, им это нравится. И вот этот вот эффект кругов по воде, он становится все больше и больше. По словам организаторов, ежегодно увеличивается не только количество участников грантовой программы и ширится их география, но и заметно растет качество самих проектов. Так, два новичка этого года, поселки Караул и Хантайское озеро, сразу получили финансовую поддержку компании. Члены жюри также отметили и необычность некоторых проектов, которые подкупают своей простотой. Организация склона для спуска на каяках. То есть есть лыжники, есть сноубордисты, а на каяках это весело и интересно, то есть там реально на одноместных, на двуместных, на трехместных. Я бы пошла на эту набережную и я бы прокатилась с этого склона. Одним из победителей конкурса Нурникеля стал Норильский колледж искусств с проектом «Творческая мастерская народных промыслов», которое откроет школьникам секреты резьбы по кости. Людмила Кожевникова тоже решила попробовать себя в роли настоящего костореза. Есть слово. Ее называют самым древним видом прикладного искусства. Считается, что ее лучшие мастера живут именно на севере. Стоимость некоторых предметов, выполненной в этой технике, достигают нескольких миллионов рублей. И именно секреты резьбы по кости решили раскрыть педагоги Норильского колледжа искусств. Мы очень рады, что наш проект «Творческая мастерская народных промыслов» «Алюко», «Аленен» стали победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель». Цель нашего проекта направлена на то, чтобы учащиеся подростки от 12 до 16 лет могли прикоснуться и изучить культурные традиции касторезного искусства. Заработает мастерская на базе Северного отделения колледжа. Учащиеся познакомятся с легендами и национальными орнаментами коренных народов Севера. Обучатся создавать эскизы своих будущих работ и их макеты из пластилина. А после освоят технику безопасности и возьмут в руки главный инструмент касторезов. Это только на первый взгляд кажется, что работа сборной машины очень легко. На самом деле этот гравюр работает на очень большой скорости и постоянно гуляет в руке. Поэтому с личного опыта могу сказать, что все касторезы имеют не только хороший художественный вкус, но и очень крепкую руку. Не случайно возраст выбран 12-16 лет, так как именно в таком возрасте ребенок может держать мягкий балл в бормашинке и работать. А сколько видов насадок всего бывает? Ой, их очень много. Их очень много. Но стандартный набор 10-15 бормашинок. Норникель выделил мастерам почти 800 тысяч рублей. На эти деньги будут закуплены бормашинки, шлифовальное оборудование, ручной инструмент и сам материал – рог оленя. Весной и летом педагоги презентуют проект школьникам, а уже осенью желающие приступят к обучению. Курс продлится 5 месяцев. В итоге будет организована отчетная выставка работ, а их фотографии попадут в подарочный каталог выпускников. Слушай, это, по-моему, вот из бивня мамонта вырезала. В Норильском колледже искусства не исключают в будущем и расширение своего проекта. Ну, например, начать преподавать взрослым людям или создать целую семейную мастерскую. Тем более подобные запросы не раз сюда уже поступали. Но там, гляди, я на них запишусь. Осталось только руку набить. Людмила Кожевникова, Геннадий Зверев. Новости северного города. На этом у меня все. Еще раз напоминаю, в эту среду не пропустите эксклюзивное интервью с президентом Норникеля Владимиром Потанином в наших новостях в 19 часов. Днем в городе облачно, временами небольшой снег, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура в Норильске минус 18-21, Дудинки минус 20-23 градуса. Продолжение следует...